Опять что ли? Ну ладно. Погнали. Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать на канал о сериалах, про сериалы и за сериалы. Сегодня мы отправимся на день рождения самой русской американки Надежды Волваков. Надежды... Не против выпить, покурить, побаловаться различными запрещенными веществами, и при всем при этом имеет довольно неслабый интеллект. Но вернемся на день рождения, который заканчивается для Нади не задуванием свечей под радостные крики друзей. О, Господи. Вы живы? А смертью. Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать на канал о сериалах, про сериалы и за сериалы. Сегодня мы отправимся на день рождения самой русской американки Надежды Волваков. Ладно, шучу. Судьба-судьбинушка решает, что рано, пока Надя умирает, и возвращает ее на ее день рождения. Само собой, никто ничего не замечает, кроме Нади, которая получает второй шанс. Получает и снова умирает. И снова оживает. И снова умирает. И снова оживает. И снова, и снова. Что? Опять? Так бы и продолжался жизненно-смертельный цикл нашей героини, если бы в одной из жизней она не познакомилась с Салоном, который переживает все то же самое. Слушай, ты разве не понял? Мы сейчас умрем. Это не важно, я умер, я постоянно. А вот почему «Петля времени» выбрала именно их, вы узнаете из сериала, который, как вы уже могли понять, довольно сильно похож на такие фильмы, как «День сурка», «Счастливого дня смерти», «Грань будущего» и одиннадцатую серию третьего сезона «Сверхъестественного». К плюсам сериала хотел бы отнести несколько моментов. Во-первых, персонажи. Они у нас тут далеко неоднозначные, то есть и неплохие, и нехорошие. К примеру, Надя. Как я говорил, она курит, пьет, балуется веществами, спит с кем попала, но при этом готова прийти на помощь, достаточно умная и имеет четкий взгляд на мир. Я бы сравнил ее с Фионой Галагер. Если знаете, кто это, то поймете, о чем я. В общем, на мой взгляд, персонажи тут достаточно интересные, чтобы за ними хотелось наблюдать. Во-вторых, в сериале всего 8 серий по полчаса, так что надо есть или наскучить, он вам просто не успеет. В третьих, идея и подача. Лично я после просмотра трейлера и узнав хронометраж, думал, что нас ждет тупо ситком с кучей шуток про смерть. Но я ошибался. Да, шутки там есть, но их там в меру, без перебора. А сам же сериал довольно серьезный и взрослый, в отличие от того же счастливого дня смерти. И хоть идея не самая новая, но смотреть его все равно довольно интересно. По минусам я затрудняюсь ответить, так как сериал мне очень понравился. Но могу предположить, что кому-то может не понравиться объяснение и развязка, кому-то похапчено на экране, а кому-то сама идея. Тут уже дело вкуса. И если обобщить все вышесказанное, то мы тут имеем грань будущего, только без пришельцев. В мире бесстыжих. А с вами был Кин, всем большое спасибо за просмотр. И если вам понравился данный обзор, или он был вам полезен, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в мою группу ВК и Инстаграм, буду рад вас там видеть. А я же вам желаю только интересных сюжетов и... Уди. И пока, Уди. Кися, Уди, Уди. 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 Уди.